добрый день мои дорогие телезрители с вами канал enjoy и это изучаем эту территорию и у нас уже трое а лота пытались тогда напинать но мы поговорили с местными друзьяшками и они решили не спорить не потеснять его колокольчик берется никто не читал не читал вы спросите почему я одно читаю а другой нет ну я скажу просто просто мне что-то лень и что-то колокольчик берется опущенные цветки этого растения характерны своими мрачно голубыми и золотистыми оттенками и листья и листьями со сладким запахом и ягоды крайне ядовиты и в ровной степени для травоядных животных и для людей очень понятны и растет угладного чувака во дворе и вообще ништяк а еще он переживает нечем в этой серии ничего пытаемся напинать того медведя который нас обидел их выполните у нас был такой я к нему уходил верил давай пора за будем решим все но не увидите и казалось что что он конечно и делал но я-то злопались и я запомнил так меньше нужно изучить вот эти пять домов ладно посмотрим вижу интересную душу вы видите группу людей собравшиеся вокруг поводки они замерли глядя на меч который как маятник раскручивает нам по большой изящной дуги этот человек держит меч переброс перебрасывая его из руки в руку из непринужденной легкости заставляет лезвие танцевать перед публикой он подбирает и подбрасывает его в воздух переворачивает заводит руку за спину чтобы поймать толпа восторженно плодирует а некоторые ахуя уверена что едва не случилась трагедия и все это все что тебя можно для рубил так а если ты чё ну или с ним вы видите комнату яркую теплую и покрытую зелью нет ни одного участка пространства где бы не росло какое-нибудь растение мелкие поросли в углу здесь больше раскидные лозы ползут растения там хотя большинство растений на самом деле растут в разных емкостях некоторые выросли прямо из земли из земляного пола ними не обходится так заботливо как ни с кем другим в этой комнате этот человек бродит между растениями улыбается всем и каждому со стороны трубой в зубах восстановившись рядом с одним он касается листа приподнимает его чтобы посмотреть на нижнюю сторону затем аккуратно потирает между пальцем он берет маленькую горстку почву в которой растет цветок и растирает его пальцами удовлетворивший он бросает почву обратно в горшок и переходит к следующему растению низким голосом он что-то радостно напевает продвигаясь среди растений восстанавливаясь иногда чтобы снять несколько слов отдельно из них наконец он достает двери обойдя все растения в комнате он оборачивается чтобы повторить на них на его лице отражается спокойное удовлетворение зачем он поворачивается и уходит очень про кого-то ботаника что-то зачитали ничего не понял но ладно возможно просто это ораторио возможно еще по какой причине но что поделать кому сейчас легко давайте вам слушать нелегко не я знаю это тоже так ладно ну-ка у тебя что такое вы видите высокое поднятое знамя развиваешься на ветру с изображением на нем подходящего солнца в авангарде и большого отряда палатинов царит умеренное бодрое настроение а доспехи еще целые сверкают это свежая юная экспедиция полна сил и рвения возглавляющих командир выглядит немного неуклюже в полном доспехе но шаг его тверд несмотря на удушевление своих собрать он не улыбается неоловимый изгиб рта придает его лицу мрачное выражение он скидывает руку останавливает отряд воцарилась воцарилась тишина за которым слышно темный рокот глубокий и низкий он приказывает приготовить оружие к бою и рассредоточиться взгляды скачут из стороны в сторону головы крутятся пытаясь увидеть истинный звук издалека вздымая земли пыль и молнии на них несется сегийские облака солдаты стоят и только их отрывистое дыхание выдает нервное напряжение командиры закрывать глаза призывать благословление на свой отряд уверенные и невезимые они выжидают пока враг убежается чтобы напасть но ничего не понятно тоже по ходу описание какой-то войны кузня черный молот ну-ка а я кажется помню сейчас здесь будет квестик я у вас можно воровать поговорить полтав пиво ничего полета хотя не вижу смысла мне показать это воровать так будет всего навалом кто хочет почитать ежедневник милости прошу а мы читаем что-то в чистке только квестовые журнальчики или записные книжки и в общем пока просто смысл нет еще две души вы видите группу искателей приключений окруженной толпой нападавших сау рипов с ними этот мужчина его кажется не интересует битва несмотря на то что он стоит в самом центре среди своих товарищей поет выражением граничащим с восторгом на его лице его мощный глубокий голос гремит над сражающихся как богатый контр пункт хаосу битвы каждой фразой поле боя меняется его союзники светится пультирует синим светом замораживая окружающих и ксалу рипов пылающий костер прорывается из земли сжигая существ и заставляя их развеется один из погибших ксалу рипов другу бывает взрывается его труп из его трупова за три гигантских личинку атакуют оставшихся врагов человек продолжает петь и растворяясь в радостных радости моментов наконец остается лишь одно существо его союзники расходятся когда человек подходит ему продолжая петь он берет свой молот и замахивается им как актау рипа фраза заканчивается когда молот встречается с головой несчастного завершая заклинание и подводя итог это harlan вы видите припавшего к земле человека затаившего и одинокого скрывающих зарослях невысокого кустарника от видения впереди его глаза прикованы где делим ган красиво и устрашающе . делим ган она напевает наполовину прикрывая глаза у нее на плечах сидит птица с фантастическим синим и оранжевым оперением и выводит нежные туры трели погружая человека в транс он не уверен встает весь дрожа и спокойно нарушает испуганный птичий крик полу улыбкой делим ган манит его похожим на и вонный пруд пальцем его вы а а это код по ходу делим ган какое-то существо даже не знаю первое слышу что даже не мать его закона него ну ладно допустим она молчит пока он приближается и его рта невольно вытекают звуки требует и восхищения она ждет застенчиво и заманчиво и исключением мучены мучительной медлительности он наконец оказывается перед ними перед ней потом что-то меняется она замечает что-то безвольно висящего него на боку и начинает шипеть на пальцах появляются когти и черные глаза наполовину наполняются ненавистью она носит за прежде чем он успевает достать свой топор или гримуар сразу после этого исчезает ее больше нет единственное свидетельство ее существование остается дрожащее покалеченное тело на земле несмотря на это он хватается за гримуар и начинает петь но слова придушины придуманный им самим волшебным языком нацарапанным маниакальным почерком звучат неубедительно и не могут нарушить тишину он поворачивается и отмахивает от какого-то или чего-то но что-то там еще есть то этого если что-то там еще есть то он это не видит какой кошмар так и делегом надо бы погугнуть над прилавком возвышается огромный амао его кожа темно-темного цвета океанский глубин плотные руки покрыты узкими узлами мышц квадратная голова с небольшими ушами вся в саже и черных татуировках он широко улыбается при вашем приближении добро пожаловать давно я не видел в наших краях новые лица чем могу помочь что у тебя здесь боюсь ты выбрал не лучшее время для визита в наши края выбор сейчас не такой как раньше но все равно мы можем предложить самое лучшее оружие и доспехи все выковано прямо здесь в черном молоте что случилось у нас совсем нет материалов ждали на этой неделе нового поступления и ничего наверное бандиты постарались восточный тракт и ими просто пишет ну или мой работник мою поводку присвоил то утонул фыркает там можно подумать и на это хватило бы смелости он прав насчет бандитов отчаянное положение жителей города вроде этого массовый исход крупные города создает идеальные условия для всяческого рода преступлений талтанов задумчивости почесывает подврозок если пойдешь в ту сторону поищи бою поводку или хотя бы товар что в ней был думаю они решили срезать через черный лук больше там ничего и нигде ничего не пройдет большая часть нашего оружия идет его светлому лорду редрику то утону переводит взгляд на ближайшего странника страшный конечно так и должно быть но и других покупателей мало остается мало что остается железа не хватает я найду твой груз то утону кивает тогда прими моя благодарность принеси мне эти материалы и я в долгу не оставлю для начала дам тебе хорошую скидку о и если увижу моих работников скажи пусть поворачивается поторопиться а иначе выгоню их и пойдут они работать на поля так листик мы взяли побежали так что мы маме здесь это ночь какая-то еще крестьянина обычно тупой коровки тупы крестьянки тупы я могу я не могу вообще ништяк чей-то дом дом какого-то ингвера там не знаю как география ваша персонажа пишет а бла-бла-бла а мужчина женщины заняты оживленным разговором пытается завязать два доверху добитых тюка потом собирается опняться но женщина заметив вас немного занявшись останавливается мы можем чем-то тебе помочь она задача насмотреть на своего товарища ты знаешь его нонтон нонтон кашляет да мне кажется мы встречались и в эллике я предупредил его о медведе он наклоняет голову рад что тебе удалось выбраться оттуда что еще болели по ходу раз и обшел вы слишком радость для людей которые потеряли друга я зря ты так я скоблю по мужу как умею мне жаль только что я не смогла убедить его покинуть позолоченную долину до того как все случилось я рада что ухожу из этого ужасного места вот и все оно тело у меня большую часть жизни а теперь и мужа и я рада что ухожу и куда вы торопите да так и есть ингрид смеется мы собираемся в путь мне хочется увидеть бухту непокорности переводит взгляд на нонтона честно говоря у меня этот городишко уже в печенках любит пора двигаться дальше он берет ее за руку вот пешка чувствует что-то тут не то не не зря же это делает ладно не убегайте далеко я еще вас верну и нагну не переживать все будет хорошо так вот сюда можно будет окрасно и что это я не уже травился жвачная золкора важнейших составляющих сельской жизни гирвода это жвачная золкора любит фермер который утверждает что она дает небольшой прилив энергии те кто ее живет часто так говорят часто когда перестают чувствует себя заторможенной жвачку делать без корня золотого сельдерей короче типа на котика что ли еще красная бисношка у нас здесь еще много квестов но по крайней мере первым нам надо будет сходить напинать этого медведя до сегодня по-любому так ну-ка вы видите а каэра элот вы видите людный рынок вдоль дороги расположены лотки торговца голоса их владельцы называют прохожих глянуть на товары женщина идет сквозь толпу прогуливая руку об руку с другой женщины прогуливая рука об руку с другой женщины они изучают товары задерживаясь в клотках книгами где продается пара старых красивых томов и обсуждают друг друга то что видят одна берет книгу и показывает другой та берет ее что-то говорит и ставит обратно на полку когда первая снова хватает книгу и быстро платит продавцу пока другая не успела выхватить она покидает рынок с мешком книг все еще держит за руку знакомы и родны друг другу ну ладно как только они сворачивают на пустынную улицу какой-то предмет вдруг ударяет женщина в грудь отскакивает и катится в одно из зданий женщина останавливается и смотрит на предмет яблоко а затем на того кто ее бросил в нем нет ничего особенного кроме гневного выражения на лице еще двух яблок в руках прежде чем в одной из женщин успевает сдвинуться с места человек отступает и бросает них еще одно яблоко на этот раз попадает второй женщины в лоб он кричит им что-то не на смешки на смешливое и полностью и полной ненависти что-то о наследии и обязанностях женщина поднимает руку голове вытирает сок и кусочки фруктов от своего лица и вызывающий смотрит на мужчину первая женщина сжимает ее руку и кладет другую на плечо пытаясь успокоить другая дичь женщина вытягивает книгу из сумочки и держит перед собой так бормоча что-то тебе под нос она высвобождает руку и совершает от книги волнообразные движения так что вокруг нее образуется свечение первая женщина все же пытается успокоить ее но ее слова остаются неуслышанными человек не обращает внимание на происходящее отходит и бросает последнее яблоко когда она описывает дугу в воздухе людьми вторая женщина поднимает руку и указывает на яблоко светящийся шар энергии срывается с ее руки и попадает в яблоко заставляя ее взорваться забрызгивая вокруг всю дорогу и стены здания лицо человека меняется гнев сменяется страхом и он пытается решить что будет более разумно напасть или отступить вторая женщина снова начинает петь и ее рука светится глаза сужается первая женщина встает между возлюбленным нападавшим она касается лица и немножко поглаживающий шепчет успокаивающие слова поцелуй выражения лица женщины меняется она успокаивается и взгляд и смягчается но на губах вновь играет утраченная улыбка первая женщина снова улыбается целую другую господи это вот эти две походы до ядлодка это еще что-то эдлин приостон вы видите как мягко и спокойно поворачиваться ключ и раздается едва различимый шелк когда дверь открывается две фигуры прокачиваются внутрь запирается по двери начинают свои поиски их охота очень удачная и они быстро находят множество документов с необычной формы бархатных мешочков быстрые руки наполняют карманы рюкзаки и сумки внизу открывается дверь и они замирают шаги устал из мешок с вытащенными глазами и тяжело дышал вор начинает выгребать из карманов все кроме самых важных вещей все что может издать шум спешно возвращаясь на место снизу не слышно ни звука потом неуверенные шаги начинает подниматься по лестнице голос зовет один вор крадется вперед а другой размахивает руками и призывает его вернуться он проживает двигаться вперед крадясь вдоль перил появляется нога в яркой туфле и он толкает и женщина падает и издав обрывающийся крик и безжизненно скатывается на нижний этаж выросший второй вор хватает брата и они бегут прочь перехватив по дороге все что представляет какую-либо цены 1 вчера певец на другой вор интересно не хватит так где мы были мы были тут были тут сюда зайти никуда нельзя остается вот этот дом сверху и два чудика вы видите большую толпу собрались в центре двора среди них стоит мужчина натянув плащ на лицо и застегивает рук шеи толпа собралась вокруг помоста и все замиранием смотрят как два городских дворец подводят к нему мужчину руки и ноги мужчины закованы наручники и он ведет себя так как дворянин недостой в толпу взглядом мужчина затягивает тлащ повыше на лицо и собирается уйти скрючившись чтобы не быть узнаным лошады на посмете на помосте разворачивается за пергамент и начинает читать но человек не обращает внимание намереваясь уйти с площади голос лошадка становится все громче и интересней пока он читает и голос из толпы завтряйливого слова насмешки и крики нарастают и учащаются и с каждым из них мужчина в плаще вздрагивает отсукая плечи все ниже он выбирается из толпы и достает и достигая края двора когда оглашатый подводит концу своей прокламации толпа замолкает и никто не нарушать тишину за исключением отдельных выкисов человек обуврачивается чтобы взглянуть на помост и видеть своего отца на коленях положив голову на плаху палатин занимает свое место заносят опор для удара человек вдруг подворачивается не в стилах смотреть раздается влажный хруст и толпа разрывается криками аплодисментами он прислоняется к стене пытаясь сохранить самообладание затем выпрямляется явной решительности он шагает прочь подальше от толпы и своего наследия вот этот человек ты же богоподобный ну ладно будем считать что это просто как обобщение ну давай еще душ почитаем вы видите пару безукоризненных отполированных кожаных ботинок и ухоженную козлиную бороду их владеет человек с слегка горбатым носом жилой усмешкой и узкими глазами проходя мимо торговца он кивает ему своей шляпой спиром крепко сжимая в кулаке небольшой кусочек пергамента украсившись чернилами его честные пальцы кажется что он знает не большинство торговцев на рынке с одним он останавливается поговорить другим тевает а с некоторыми даже обменивается какой-то мелочью и всегда улыбается смеется и обменивается шуткой он приближается к крупному ау-мау и продолжает непринужденно улыбаться начинает шутить о погоде она отвечает шуткой и передает ему несколько золотых монет когда он подходит бумаги в его руке больше нет и улыбка на его лице выглядит гораздо мимо этот более искренне он пивает ей шляпой подмигивает и уходит прочь пружинистым шагом и тебя не понял какая-то бумага что-то мог что-то еще запомнился дни историю хоть что-то дают это ничего трамплер мы знаем что у тебя там полно зерна думаешь мы будем голодать пока ты жируешь измельцы доносят приглушенные крики первый из вас к пинчу который выйдет в эту дверь получит стрелу промер глаз боги свидетелей своей нары ты покончишь как паршивый пес парни пойдем но мы вернемся в лыжи штрэмбель и добьемся справедливых цен или не клянусь пламенем тебе не поздоровится драки это разборки свои но сейчас мы их разрули стрела поселенца было перед вами стоит и крепкого телосложения который говорит о постоянной которым которого говорит о постоянном физическом труде вы видите страх глазах на бледных западшим лице на бледном девушка и парень стоящий за ним обмениваются тревожными взглядами мельник поднимает дубину трясущими жеками убирайтесь или тебе же жизнь недорога стой я не причиню тебе вреда то мельник колеблется спускает дубину то и я ведь тебя знают ты в городе недавно так не говори мне что сейнвар уже опутал тебя своими паутиной боги ни о чем больше не прошу меня зовут а роль я так что прибыл позолоченную долину трамблер качать головой ты выбрал плохое время для путешествия позолоченная долина уже облезла теперь это всего лишь большая куча дерьма и свайнер считает себя ее королем все они вышли из ума то такой этот свайнер гном один из тех кто калачица мои мельницы пускают обо мне по городу грязные плетни этот подонок живет здесь уже не один десяток век и с каждым годом все противнее позадаченный мельник немного опускать свою добину ты кто то звонер в своей крепости похоже поход уже иноземцев вербует авка этого похода мне кажется тебе пригодится помощь народ снаружи похоже не на недоволен ты серьезно трамболь облегчен вздыхать и хайли хоть кто-то порядочный думаю ты слышал что требует это толпа зерно им нужно как будто я его тут прячу свайнер это ребятам дам донал учить пока они держатся на расстоянии на если так дальше пойдет боюсь они могут расшириться и более жестким мерам прийти прошу тебя не летит если только ты знаешь не от него имени пришел поговори со сна с геймером меня он просто не послушать объясни ему что сейчас все все недоедают приходи приходится чем-то жертвовать я посмотрю что можно сделать меликом еще раздыхать я буду тебе очень благодарен меня он служит не захочет может ты до него достучишься скажи ему что сейчас тем не просто и приходится чем-то жертвовать местные говорят справедлив и благоразумен мне кажется даже с вами способен это ценить если ты убедишь его от от моей семьи я буду перед тобой не оплатным долгу так сворвать можно ну ладно время гром коротко вам кивай ты вернулся ну что поговорил с вайнером хотел бы кое-что уточнить требует кидать короче что тут объяснять ситуация просто как мешок муки я могу платить я не могу платить это платить много за уроженную пшеницу а у меня почти не остается хорошего зерна с вами от кричит о том о чем понятия не имеет похоже на красиво оправдание неприглядный нет ладно давайте поговорим назовем эту серию решаем проблему шиницы она до скорого пакета я у меня хорошая здесь делась всегда уважает городе уверен отец может лучше объяснить происходит до трудные времена требует трудных решений это рома говорит о моем трогу таркера свет этого мы читали это рома говорили это тоже должны это замутить на где них на течет выполнен так грустно бульба матери нет война продавайте вот на положите конец в рождении жду я поглял медленно потому что время в трактире в тракте я найдем ща чувак мы разрули свою ситуацию ты не переживай я могу хочу убить вот свайнер не знаю кто ты дай мне плевать иди куда шел мы здесь не для того чтобы болтать с чужаками глаза лото сужать осторожно похоже эти ребята слеплены из того же тесто что и нападавшие на меня хулиганы он морщит он да и пахнут также трамблер сказала ты угрожаешь его себе конечно что еще он скажет считает вся дворянина двое крепких детишек самая благородная душа во всей позолоченной долине кнопка не может сам разобраться своими делами так тебе прислал но так можешь жить и сказать ему что из-за него мы уже сто лет не видели нормального обеда из-за него не можем познать позволить тебе купить выпивки но слушать угрозы какой-то призванного им чужакам и не станем 16 вытащить с вайнера из я походишь подраться страмблером а так пусть это будет честный бой ты чего планер закрывается руками в их глазах нет понимания зачем сразу драться не тронем и твоего мельника может подумать мы его до этого трогать мы просто голодаем вот и все и похоже ничего не изменится принял сторону это в вонючего гада ну иди сам знаешь куда ты этот долбаный городишко а не зря силу качал служить до сила дает все-таки умение вести дипломатию достойно а ведь могло все быть намного хуже могли бы порезать ударить мы даже по времени возможности мишку надо все-таки мишка будет наказан как бы он не был опасен как было по 12 на 112 выстекал вообще в шоке если это 12 момент был на покойте но думаю втроем и мишку начинаем трампель корректирует я поговорил с вейнером трампель где глубокий вдох и что он тебе сказал я убедил его оставить твою землю покоя что правда отлично я сомневался что те удастся до него достучаться эти ребята пьются обедняли какой с ними разговор я тебе так благодарен вот он срывать пояса кошелек и протягивает вам это весь мой софт сегодняшний заработок прими его в качестве благодарность и будь уверен я всем расскажу как ты нам помог да у меня этих денег удачи как задом же в принципе оставь себе тебе и так сейчас нелегко ты так щедр и благороден тебе мы сможем поддерживать этот год счастливой дороги и да благословят тебя боги и благодаря тебе мы сможем продержаться с годом когда я смогу читать нормально а теперь пока мы закончили изучать позолоченную долину вы должны изучить анальные отверстие одного медведя за то что у нас обижал в начале хотя стопы там же начинается следующий кп то что мы пойдем к медведю узнаем кое-что и кое-что сделаем здесь отсюда мы уже пойдем по одному туда храм эотоса так что наверное на сегодня мы закончим если кого-то интересно пишите комментарии если нет но терпите бога пока я был почковать всем хорошего зрения всем пока